Привет, друзья! С вами канал HomeExpert. Сегодня выбираем фен для дома. Искали не просто вентилятор с теном, а удобную и надежную модель, с которой можно сделать укладку не хуже, чем в салоне. Расскажем, какие насадки вам точно пригодятся, объясним, почему не нужно покупать самый мощный фен и разберемся, какая модель точно не сгорит в самый неподходящий момент. Подписывайтесь на канал HomeExpert. С нами у вас всегда будут лучшие гаджеты для дома. От телевизоров до отпаривателей. Вот по каким критериям мы отбирали модели. У всех фенов в нашем обзоре скорость и температура переключаются независимо друг от друга. Это удобно, ведь можно настроить фен под свои запросы. Например, в высокой скорости горячий воздух подходит для завивки локонов. Теплым воздухом на низкой скорости легко придать волосам объему корней. Низкая скорость и холодный воздух подходят для бережной сушки поврежденных или детских волос. Также у всех фенов есть подача холодного воздуха, но по факту он комнатной температуры и кажется холодным только из-за скорости. Эта функция нужна, чтобы закреплять укладки и закрывать чешуйки волос, делая их гладкими и менее уязвимыми. Подобрали модели с функцией ионизации. Отрицательные частицы делают волосы более крепкими и снимают статическое электричество. Прощай, эффект одуванчика. На случай, если вы забудете вовремя выключить фен, двигатели у всех моделей с защитой от перегрева. В топ вошли модели в разных ценовых категориях от 3 до 15 тысяч рублей. Разница в цене сильно зависит от долговечности мотора. Но мало кто обращает на это внимание при покупке. Смотрите ролик до конца, чтобы узнать подробности. Начнем обзор с самой бюджетной модели. На пятом месте Philips 5000 серия BHD504. Цена на момент записи ролика 3 с небольшим 1000 рублей. Основные характеристики на экране. Добротная базовая модель с несъемным воздушным фильтром. Мощность фена 2100 ватт. Производитель не указывает скорость подачи и количество воздуха, которое фен пропускает в единицу времени. А ведь скорость сушки волос зависит не только от мощности, но и от этих показателей. Температуру в градусах производитель тоже не указывает. Но для неискушенного пользователя это не сильно важно. Главное, что здесь есть кнопка подачи холодного воздуха, есть теплый и горячий режим, а также две скорости. Значит, у фена можно настроить 6 режимов под разные потребности. У модели есть насадка-концентратор. Она усиливает и направляет поток воздуха для укладки. Весит фен 600 граммов. Это немного, но если у вас длинные волосы или хотите сложную укладку, то руки будут уставать. Дальше в обзоре из фены намного легче. Не переключайтесь. Длина провода чуть меньше 2 метров. Оценивайте расстояние от розетки до зеркала. Советуем обращать внимание и на дизайн тоже. Круто, когда фен приятно держать в руках. И Philips как раз такой. В нем сочетаются матовая и глянцевая поверхности угольного цвета. На корпусе есть петля для подвешивания. Но в современных интерьерах крючки используются редко. Скорее всего фен будет лежать в ящике или специальном держателе. У модели мотор DC. Если не собираетесь открывать дома салон, то его будет достаточно. Но оставить фен в наследство внукам точно не получится. DC моторы быстро нагреваются в процессе работы и выходят из строя быстрее других. Из минусов можно отметить несъемный фильтр. Так что если он забьется волосами и пылью, прочистить его дома будет невозможно. Это также снижает срок службы. Уровень шума при работе производитель не указывает. Но по отзывам пользователей шум в пределах разумного. Теперь посмотрим на плюсы и минусы модели. Плюсы. Самая низкая цена в рейтинге. Петля для подвешивания. Минусы. Только одна насадка. Несъемный фильтр. Большой вес. Мотор DC. Посмотрим, что говорят покупатели. Елизавета довольна внешним видом волос после сушки. Но считает, что пластик корпуса выглядит дешево. Кристине нравится пластик. Но неудобно расположение кнопок. Это не самый долговечный фен. Но в своем ценовом диапазоне один из лучших. Если вас интересуют бюджетные модели, мы нашли еще один неплохой вариант. Фен Polaris PHD еще дешевле, чем Philips. Модель не самая легкая, но зато складная. Можно носить его в бассейн в маленькой сумке. В описании оставили ссылки, чтобы вы могли подробно ознакомиться со всеми фенами. А мы переходим к следующей модели. На четвертом месте. Raventa Volumizer CV6130F0. Цена на момент записи ролика 4500 рублей. Основные характеристики на экране. Этот фен не намного дороже предыдущего. Но выглядит более профессиональным. И порадует обладательниц вьющихся волос. Мощность фена 1800 Вт. Чуть экономнее в плане расхода электроэнергии, чем модель от Philips. Скорость подачи воздуха и температуру производитель не указывает, как и в предыдущей модели. Но принцип здесь тот же. Есть кнопка подачи холодного воздуха. А также теплый и горячий воздух. Две скорости потока. То есть всего 6 режимов работы. Для укладки есть насадка-концентратор и диффузор. С его помощью можно быстро высушить кудрявые волосы. Не спутав их и сохранив завитки. Да и вообще придать объем любым волосам. Весит модель почти как предыдущая. 608 граммов. И длина провода здесь такая же. Чуть меньше 2 метров. Провод вращается вокруг своей оси. Это еще один плюсик к удобству. Фен белого цвета. Возможно непрактичен. Но выглядит стильно, футуристично. На корпусе есть петля для подвешивания. Мотор здесь также не самый долговечный. DC. А вот фильтр у Равенты съемный. Если забьется, его легко почистить. Уровень шума при работе производитель не указывает. Посмотрим на плюсы и минусы модели. Плюсы. Съемный фильтр. Петля для подвешивания. Две разных насадки. Диффузор для вьющихся волос. Вращение шнура на 360 градусов. Минусы. Большой вес. Мотор DC. Посмотрим, что пишут покупатели. Наталье нравится набор функций у фена. Но провод кажется слишком тонким, чтобы его наматывать вокруг корпуса. Среди моделей с DC мотором это радует съемным фильтром и наличием диффузора. А дальше у нас единственная модель в топе с AC мотором. Такие фены чаще покупают для парикмахерских. Но и дома приятно использовать более долговечную модель. На третьем месте Babyliss Pro Caruso Ion. Цена на момент записи видео 5700 рублей. Основные характеристики на экране. Это надежный и мощный фен. Но такой вряд ли подойдет ослабленным и тонким волосам. Мощность модели 2400 ватт. Расход электроэнергии большой. Ну и максимальная скорость подачи воздуха 35 метров в секунду. Так что даже густые и длинные волосы фен высушит быстро. Но в большинстве случаев высокая мощность мотора не нужна для домашнего фена. Сильные нагревы и скорость воздушного потока повреждают волосы. И нужны только в салонах, где важен быстрый результат. К тому же слишком сильный поток воздуха мгновенно высушит короткие волосы. И не оставит времени, чтобы грамотно их уложить. Кроме того, мощные фены потребляют много электроэнергии. Поэтому на наш взгляд лучше взять более удобный фен, чем более мощный. Мотор здесь AC. Он в 2-3 раза долговечнее, чем DC. И чаще используется в профессиональных фенах. Режимов работы здесь также 6. Для укладки есть две насадки концентратора. Это удобно, если одна из них завалилась за стиралку, а досушить волосы нужно срочно. К тому же концентратор концентратору рознь. Узкий больше подходит для укладки коротких стрижек и придания объема. А широким удобно вытягивать кудрявые волосы. Весит модель чуть меньше предыдущих. 540 граммов. Но это все еще далеко от самых легких фенов. Длина провода здесь почти на метр больше, чем у Philips и Ravente. 270 сантиметров. Вы еще меньше привезны к розетке. Дизайн фена выглядит немного устаревшим. Зато форма и расположение кнопок эргономичные. Есть петля для подвешивания. Воздушный фильтр снимается для очистки. Уровень шума при работе 71 дБ. Это тише, чем у большинства обычных фенов. Обобщим плюсы и минусы модели. Плюсы. Съемный фильтр. Петля для подвешивания. Длинный провод. Мотор AC. Две насадки в комплекте. Тихая работа. Минусы. Большой вес. Устаревший дизайн. Большой расход электричества. Посмотрим на мнение покупателей. Елизавета довольна качеством волос после сушки и скоростью сушки. Но считает, что кнопки расположены неудачно. Иногда они случайно переключаются. Если нужна очень быстрая укладка, а волосы густые и крепкие, этот фен вас устроит. Но если волосы вьются или ослаблены, то лучше брать модели с меньшей мощностью и насадкой-диффузором. Пишите в комментариях, какие еще бьюти-гаджеты или лайфхаки хотите увидеть на нашем канале. Переходим к серебряному призеру рейтинга. И здесь у нас модель от бренда Xiaomi. О да, фены они тоже делают. Итак, на втором месте MIA High Speed Air Dryer H700. Цена на момент записи видео 10,5 тысяч рублей. Основные характеристики на экране. Это модель с очень долговечным мотором, но всего одной базовой насадкой. Мощность фена 1200 Вт. Это меньше, чем у предыдущих моделей. Однако фен создает сильный поток воздуха и сушит волосы быстро, при этом экономит электричество. Мотор BLDC используют только в премиальных моделях. И стоить дешево он просто не может. Такой фен почти не будет нагреваться и вибрировать. И прослужит вам до 10 тысяч часов. В 4-5 раз дольше предшественников. Режимов работы 6, как и у предыдущих моделей. Температуру можно увидеть на дисплее. Воздух нагревается до 50 или 70 градусов. Еще есть режим холодного обдува. Ионизация здесь тоже есть. Но количество ионов меньше, чем у более дешевых моделей. Так что сиять ваши волосы будут. Но нет всего сердца. Для укладки есть только насадка-концентратор. Но она магнитная. Удобно и быстро крепится и снимается. Весит модель 425 граммов. Значительно меньше бюджетных вариантов. Но это все еще не предел. А вот длина провода здесь всего 1,5 метра. Двигайте диван и зеркало поближе к розеткам. Вилка на проводе китайская. Но производителя кладут в комплект переходник. Если его не будет, купить такой несложно. Инструкция к модели тоже на китайском. Дизайн фена современный и эргономичный. Нажать кнопки случайно почти невозможно. Матовый пластик приятен на ощупь. Петли для подвешивания нет. Воздушный фильтр снимается. Уровень шума при работе производитель не указывает. Но судя по отзывам, фен работает тихо. Еще один приятный бонус. В комплекте есть стильный чехол для хранения и переноски. Фен продается в красивой коробке. В ней же можно его и давить. Посмотрим на плюсы и минусы модели. Плюсы. Съемный фильтр. Экономичный и долговечный двигатель. Есть дисплей. Подарочная коробка и чехол. Минусы. Нет петли для подвешивания. Не самая мощная ионизация. Только одна насадка. Китайская вилка. Короткий провод. Инструкция на китайском. Посмотрим на мнение покупателей. Владислав доволен тем, как работает фен. А также его компактностью и внешним видом. Но отметил неудобную китайскую вилку. Xiaomi действительно постарались сделать надежный фен. Но до первого места с одной насадкой и коротким проводом он не дотягивает. Напоминаем, что ссылки на все модели ждут вас в описании. Можно сравнить цены и характеристики, чтобы выбрать фен точно под себя. А теперь посмотрим на победителя топа. На первом месте Atwell Airjet HD6. Цена на момент записи видео 19 990 рублей. Основные характеристики на экране. Этот фен явно сделан с заботой о покупателях в каждой мелочи. Начиная от материала корпуса и количества насадок до надежного мотора. Мощность фена 1200 ватт. Число оборотов двигателя и количество воздуха, которое он пропускает в секунду, больше, чем у конкурентов. Благодаря этому фен не только экономит электричество, но и быстро сушит волосы. Мотор самый современный и долговечный из возможных. BLTC. Он не перегреется, не перегорит в самый неподходящий момент и будет служить годами. У фена 12 режимов работы. 3 скорости воздушного потока и 4 возможных температуры. От холодной до 120 градусов Цельсия. Это максимально возможная температура, при которой волосы не портятся. Режим, в котором работает фен, можно увидеть на экране. Ионизация здесь также сильнее, чем у конкурентов. На кубический сантиметр приходится больше 50 миллионов ионов. Насадок для укладки у Atwell тоже много. Кроме концентратора, есть диффузор для создания объема и ухода за вьющимися волосами. А также разглаживающая насадка для бережной сушки. Все насадки магнитные. Они надежно крепятся и снимаются одним движением. При этом насадки можно вращать на 360 градусов. Вес модели тоже радует. Всего лишь 300 граммов. Значит руки не будут уставать даже при сложных укладках. Провод здесь целых 3 метра. Значит не придется искать розетку поближе к зеркалу. Петли для подвешивания нет. Воздушный фильтр снимается. К тому же здесь есть режим самоочистки, при котором воздух прогоняется через фен в обратную сторону и не дает мотору забиваться и выходить из строя раньше срока. Дизайн фена лаконичный и эргономичный. Расположение кнопок продумано, чтобы случайно не задевать их. Фирменный графитовый цвет корпуса выглядит дорого. А главное, что шершавую текстуру приятно трогать. На премиальном матовом пластике не видно отпечатков и следов. Материал прочный и почти не царапается. Уровень шума при работе на максимальных настройках 78 дБ. Для фена это хороший показатель. Эта модель также продается в очень стильной коробке, в которой ее можно дарить без ленты упаковочной бумаги. Да и возить с собой коробку тоже удобно. У нее есть ручки для переноски. Перейдем к плюсам и минусам модели. Плюсы. Съемный фильтр. Экономичный и долговечный двигатель. Большая длина шнура. Мощная ионизация. Подарочная коробка и три разных насадки в комплекте. Вращающиеся магнитные насадки. Режим самоочистки. Маленький вес. Много режимов работы. Есть дисплей. Минусы. Нет петли для подвешивания. Узнаем, что покупатели пишут в отзывах. Один из пользователей очень доволен внешним видом, качеством материалов и сборки. Отмечает, что фен подойдет и для дома, и для поездок. Легкая модель, которую приятно держать в руках. Есть три насадки и мощная ионизация. Это уже не просто фен, а настоящий домашний салон красоты. Ссылка на победителя в описании. Надеемся, что сегодня вы лучше разобрались в том, какой фен вам подходит. И на что обращать внимание при покупке. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А чтобы выбрать самое выгодное предложение на понравившийся фен, переходите по ссылкам в описании. А мы уже готовим новые полезные ролики. До скорых встреч.